Приветствую, дорогой Александр. Как настроение? Во-первых, хочу тебя сказать. Я приятелю или приятельнице, другу своему, пока не раскрываю кому, пишу картину, у которой есть своя история. В 2019 году я ее делал на выставке в ГИМО. Но прошло несколько лет, сейчас уже 23 год. И тут мне захотелось сделать другу подарок. И я взял эту картину, которая тогда называлась «Учительница», которая уже была на выставке в ГИМО. Я, значит, стал рисовать, рисовать и сделал вот это. Ну вот сейчас как раз сентябрь, и это теперь учительница с охапкой цветов. Посмотри, какая шляпа. Тебе нравится, нет? Я только сейчас понял, что это учительница. Недавно сына отвел в первый класс. Похоже. Первый класс, поздравляю. Похоже на учительницу, да, спасибо. Послушай, ты там что-то изобрел, что-то придумал, ты хотел о чем-то поговорить. Ну давай, мешать не буду. Да, я как-то уже с вами записывал ролик, рассказывал там про то, что я изобретатель. И я решил развивать свой проект и продвинулся в этом. Этот проект называется «Structure Compositor». Композитор структуры. В общем, инструмент для разработчиков мобильных приложений, который позволяет макеты приложения, картинки, переводить в код приложения. По заданным правилам, которые разработчик может гибко настроить. И вот я развиваю этот инструмент, создал уже вторую версию, собрал обратную связь от разработчиков, по первой версии доработал. И сейчас работаю, скажем так, над ее развитием. Вот, я хочу, почему я, собственно, здесь вот написал вам, вы меня пригласили снять об этом ролик, за что огромная благодарность моя. Я хочу развернуть полномасштабную разработку по этому продукту, по этому инструменту, чтобы сделать его быстрее, качественнее, со всеми вытекающими. И привлекаю на это деньги. Это может быть спонсорство или инвестиции. Сейчас разные варианты рассматриваю. Вот, кому интересно, я готов пообщаться и предложить там выгодные условия для сотрудничества. Так, чтобы всем было интересно и хорошо. А сколько тебе там нужно спонсоров, сколько тебе нужно денег для этого? На первый этап 3 600, это 3 миллиона 600 тысяч рублей. Ну, хорошо, но если я тебе их дам, ты сразу развернешься или надо будет ждать годами? Нет, в течение 4 месяцев я привлеку еще разработчиков. Это Flutter разработчиков, в первую очередь возьму Data Scientist специалиста. Возможно, дизайнеры, но там по обстоятельствам. Ну, давай тогда не я буду там, а кто-то другой, кто захочет получить какой-то доход. Мне-то деньги не нужны, у меня есть другое богатство. Я вообще-то, как корейка, подпольный миллионер, потому что у меня такие картины, я их дарю друзьям. А так, если я их продам, так это же такие деньги. Ну, ты представляешь, вот тебе надо продвинуться и мне надо продвинуться. И пускай кто нас смотрит, подключаются и подскажут, как тебе продвинуться, как мне продвинуться. Ну, мне-то вообще они, эти картины, как дети. Я с такой любовью, с такой душой их рисую, пока душа там не появится, не успокаиваюсь. Поэтому мне лучше их не продавать и не дарить, просто у себя держать. Любоваться каждый день. Хотя мои дети меня тоже всегда радуют. Вот недавно Ален, мой сын-психолог, там ролик сделал. Пожалуйста, смотрите ролики Алена и Шейла Алиева. Там очень интересную придумала, изобрела прием там. Я даже до этого сам не додумался. Ну, потому что я их с детства обучал этому, теперь они меня превосходят. Видишь, как развитие происходит, интересно, да? Дети превосходят своего родителя. Но я думаю, вы преувеличиваете, еще пока не превосходят. На равных, наверное. В некоторых местах они давно уже меня превзошли. У меня тоже проект этот, как, можно сказать, ну, детище, да. У каждого изобретателя есть какая-то привязка. У меня, у меня в том числе. И хочется... Моему сыну, когда он будет в десятом классе, сейчас он пошел в первый, когда он будет в десятом классе, а до этого, когда ему будет семь-восемь лет, мы покажем приемы, с помощью которых снимать ненамышные зажимы, выходить на состояние нуля и там тоже изобретать. Кстати говоря, я хочу сделать ролик, ну, увидишь, увидишь, потрясающе. Я такое изобретение сделал, от которого люди просто начнут, я не знаю, что с ними случится, но восторг будет полный. Восторг будет полный, потому что там такое, такое, такое. Это настолько было близко прямо на поверхности, что поэтому и трудно было, чтобы это было пришло. Обычно так изобретение происходит. Ты как изобретаешь? Ну, как инсайд, да, вот, как озарение, можно сказать, такое. У меня называется озарение по заказу. То есть я придумываю изобретение, технологию, нейротехнологию, с помощью которой человек может озаряться сколько угодно, столько раз, и когда хочет, и в любом месте, хоть в самолете, хоть под воду, хоть где. Озарение по заказу. А ты можешь по заказу озаряться? Могу. Я уже с вами знаком и экспериментирую с разными способами. Садача в том, чтобы не часто озариться, а вот те озарения, которые возникают, подарить им жизнь. Это тоже нужно сделать. Я сон использую для озарения. А ты что используешь? Я использую мозговые штурмы и метафоры. Ну, хорошо. Вот мы с Виссарионом Сибиряковым сейчас будем, и с Михаилом Шустерманом тоже делать встречу. И так Виссарион скажет еще раз два своих вопроса, на которые все должны отвечать, чтобы сократить кризисы и войны на планете и потребность лекарств. Давайте тоже подключайся. Мы будем делать совместный звон. Это мастера ТРИС, которые как раз-таки занимаются теорией разработки изобретательских задач. Мастера, которые у самого Альшуа учились. И ты соединяйся, мы втроем, четвером там поговорим, чтобы все научились озаряться. ТРИС – очень интересная методика, тоже интересовался ей. Я с удовольствием. Давай. Если ты хочешь, чтобы подключились люди, посмотрели твое предложение, нашли какие-то деньги для его развития и реализации, пиши здесь мне свои ссылки, и я их поставлю под этим роликом, чтобы все видели. Хорошо. Чтобы было связаться, да. Видео тоже, и я кратко текстом рассказываю, в чем суть. Люди смогут ознакомиться, когда отправлю ссылку. Ты еще хочешь что-то сказать, чтобы им понятно было, для чего деньги хотят собрать. В чем суть? Инструмент же, он не просто так возник. Вот скажу спасибо за этот вопрос. Суть в том, идея простая. Чтобы дать возможность разработчику приложений мобильных, а я сам в IT около 12 лет разработал много проектов, но не суть. Инструмент для того, чтобы дать возможность разработчику быстро, быстрее написать код. За 20% времени написать 80% приложения. Идея ускорения разработки кода разработчикам. Это основное. В общем, мы поставим под этим роликом твои данные. Кому это интересно, а я думаю, это многим будет интересно, выйдут на тебя, будут задавать тебе свои вопросы. Я в данном случае играю роль только задружить людей. С ясной головой, любознательных, ищущих. Я никакого участия ни в каких там дележах не принимаю. Поэтому, чтобы все заранее знали, я не бизнесмен, и деньги мне не нужны. Поэтому, друзья, приглашаем вас. Смотрите этот ролик, пишите нашему другу Александру, в нашей школе «Человек больше». «Футурус» очень много выдающихся людей. Вот один из них. С удовольствием вам еще раз представляю. До встречи. А я вас в следующий ролик хочу сделать про своего друга, который был маршалом авиации, который первую звезду получил, когда он, значит, у истребителей с оторванным хвостом посадил на нос прямо истребителей. Дважды был героем Советского Союза, маршал Скомарохов, начальник Монинской академии военно-воздушных сил. А погиб на земле, в автоварии. Представляешь, какая ситуация? Какая судьба? Хороший, ну, чекинг, значит, был. Я просто хочу сказать, чтобы мы разрабатывали, делали всякие озарения, чтобы люди меньше погибали, меньше было войн на планете, и чтобы всегда имели некую систему психологической безопасности, что бы ни случилось на планете, астероид какой-то упадет или еще что-то, чтобы человечество не погибло снова. об этом мы тоже поговорим, как развивать изобретательское мышление. Итак, до встречи. Спасибо. До связи. Спасибо. 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 Спасибо.